Кто-то называет это осенний хандрой, а кто-то обострением. Говорят, даже в семьях бывает свое сезонное настроение. Это программа «Семейный контролер». Я ее ведущая, Сержанна Мордогеева. Смотрите в этом выпуске. В первый класс в 9 лет. Почему мать не отдает ребенка в школу? И что еще она упустила в жизни своих детей? За дырбалку собираемся, девчонок хватает, едем вместе копать червей. Как не только сохранить семью, но и сделать ее самой счастливой? Семейными секретами делятся Кураедовы. Социальные выплаты не потеряются. Выплата будет произведена в следующем месяце. Миру мир. Что делать, если не успели переоформить карту и не пропадут ли соцвыплаты? Знаете, мне уже не так много надо вот это вот ласки, вот это ути-пути, вот это вот за щечки, когда трогают. Взрослая, но все же ребенок. О чем мечтает новая героиня рубрики «Мама найдись». Один из сигналов поступил из Волгинского района. В сообщении сказано, в семье двое несовершеннолетних, а родители каждый день злоупотребляют спиртным. Проверим. А у вас окно сломанное, да? Да, там сказали, сейчас должно привезти, вставить. Этот адрес органы профилактики узнали сразу. Семья уже стояла на учете, но два года назад контроль сняли с улучшением. Но, как видим, продержались недолго. Дома очень холодно. А ребенок где спирт я не поняла? Одного ребенка, 17-летнего сына, нашли спящим на матрасе в холодном доме. Второго в зимовье. Десятилетняя девочка ночевала с отцом. Вы папа, да? Да. У вас окна здесь нету? Есть. Вот оно, окна. Нет, нет, стекла нету, я же говорю. Папа оказался с глубокого похмелья. Отсутствие стекол и грязь объяснил нехваткой времени. Очевидно, по этой же причине занятой родитель до сих пор не оформил дочь на себя. А почему отсутствие-то не устанавливаете? Документов не было, я сейчас вспоминаю, у него паспорта не было. А сейчас приезжаешь? Сейчас нету, он до сих пор потерян у меня в ГАИ. И до сих пор, я что, штраф за него платить? Нервничать психовать не надо. Хорошо? Давайте нормальный диалог не стиль. У нас есть возможность, в принципе, документировать гражданина за счет средств местного бюджета по целевой программе «Профилактика безнадзорности». Но восстановлением документов дело не ограничится. По итогам выезда полиция составила протокол по статье «Ненадлежащее» исполнение родительских обязанностей и уже точно семью вновь возьмут под контроль. Сейчас уберемся, сейчас все уберу, все уберу. Не произведен косметический ремонт, не созданы условия для обучения, проживания детей. Я, как представитель органа опеки и попечительства, буду вносить ходатайство на заседание комиссии о постановке семьи на учет. Потому что с этой семьей надо работать, в принципе, есть с чем работать. Я считаю, что мама подлежит профилактической работе. Со слов горе родителей, на исправление им хватит месяца. Что ж, будем следить. Сдержит ли слово? Намного запущеннее оказалась ситуация по следующему адресу. Очевидно, органам профилактики предстоит очень много работы. Шов-контент. Далее. У меня нормальные дети, они все в достатке. Давайте без мак. Мы же к вам с хорошими намерениями. Нам нужно посмотреть. Только ноги, я говорю, не поломать. Эту семью можно назвать кочевниками, а своего жилья нет. Женщина с двумя детьми, сожителем, братом и престарелой матерью буквально скитаются с одного места на другое. Как правило, ищут недорогие варианты. Например, как этот. Очевидно, о качестве речь не идет. Как вы спите? Доча здесь большая. Сколько платите? Доча маленькая с бабушкой спит. Дядя у нас здесь спит, но братишка. А мы с моим синяк. Но это лишь верхушка айсберга. Выяснилось, старшая девочка пошла в школу в 9 лет. Сейчас ей 13. И она всего лишь в пятом классе. А младшей девять исполнилось в этом году. И она даже не собирается в первый класс. Читать вообще не умеешь? Нет. А писать? Писать не умею. А в школу-то хочешь, нет? Хочет, хочет. А зачем люди в школу-то ходят? Чтобы знакомиться, конечно. А ты что, не хочешь учиться? Я нынче ее не отправила, что мне нечем было собрать ее. У нас прописка. Нет, она что-то. Если она в этом году не пойдет, она в 10 лет в первый класс пойдет. Вот нынче я купила вот эти вот все, что надо для школы. Выяснилось и то, что младшую уже почти 5 лет не показывали медикам. Ни прививок, ни осмотров, ничего. На вопрос, куда смотрели и чем думали, ответ очевиден. Сегодня во сколько пили? Ну, вот часов 10, наверное, бутылку выпили и все. В магазин не сходил. А перегар, он есть, я сам себе перегар. Давайте лечение пройдем. А мне зачем лечение? Я еще больная, что ли? Семья в настоящее время на учете, как семья, сходящая в социально опасном положении, не состоит. Семье рекомендовано обратиться в управление соцзащиты для оформления необходимого пакета документа по социальным выплатам. Это ежемесячное пособие, материальная помощь. Также соцзащита будет хододайствовать о направлении мамы в центр занятости для поиска неподходящей работы. После выезда мы сразу направили официальные письма в Комитет по образованию и Министерство здравоохранения. Пока материал готовился к эфиру, семью уже навестили все органы профилактики. Ребенок должен начать обучение. Это вот самое важное, поскольку уже один месяц утерян. Ранее заявление от мамы официальных не поступало. Здесь поступившие информации мы отрабатываем и думаем, что в скором времени девочка приступит к занятиям. Выехали на место. Действительно, с младшим ребенком, действительно. Ввиду того, что мама переехала за пределы региона, не наблюдалась в течение последних четырех лет. Но настоящий момент. Между тем, пока взрослые оформляют документы, девочек уже готовы принять на реабилитацию в Центр Светлый. Возможно, там они смогут отдохнуть и настроиться на новую жизнь. Ну а мы продолжим следить за их судьбой. Но порой для того, чтобы проверить ту или иную семью, приходится применять даже детективные, так скажем, навыки. Так произошло у нас в поселке Анахой. Нам рассказали, в этом дворе проживает неблагополучная семья. Пятилетнюю девочку часто оставляют у соседей, так как сами родители любят выпить. Но оказалось, они еще и умеют быстро бегать. Не успели мы дойти до калитки, как ее закрыли, и почти 10 минут никто не подходил. Затем дверь отворил дедушка и торжественно отчитался. Никого нет дома. Это никого. А где они? Я не знаю, понять. А бабушка? Ну, идите, пройдите, посмотрите. Ребенок-то где? Там, у них. А у матери, у Юли, телефон-то есть? Я понять не имею. Ребенок действительно в очередной раз оказался у родственников. А вот мать пришлось подождать. Впрочем, недолго. Очевидно, она не рассчитывала, что мы придем еще раз. Поэтому вернулась домой. Здравствуйте. 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 Жена, прийдет дома почему? Бабушку убила, потому что дома маленько было неадекватно. Я сегодня вообще очень даже адекватный, нормальный человек. Ну, сколько дней в неделю вы пьете? По-честному. Ну, по-честному неделю. Сигнал есть? Угу. Основания для этого есть? Угу. Вы сами признаете, неделю пили. Теперь что делать будем? Будем алкоголем ноль. Дома чистота, порядок. И кушать всегда на столе. Если вот эта ситуация никак не образумится, то ребенка, в принципе, может забрать. Ну, конечно, я понимаю. Хотите четвертого ребенка лишиться? Нет. Дождетесь? Нет. Чтобы этого не произошло, женщине дадут время на исправление. Она должна найти постоянное жилье и работу. Соцзащита готова ее поддержать. В 19-м году у нас стояла на учете, как семья в социально опасном положении. И в связи с улучшением ситуации в семье в марте месяце она была снята. Будем опять работать с этой семьей. Практика показывает, главное, чтобы у родителей появилось желание исправиться. В прошлом выпуске мы рассказывали о женщине, которая пила очень долго и по многу. Сколько выпили-то вчера, говорю. А я откуда знаю? Не считали, да? Я не считала. Забирайте, отправляйте лечиться как можно позарше. После выхода материала женщина доказала свою любовь к ребенку. Как нам сообщили, на данный момент она закодировалась и ищет постоянную работу. Большинство нуждающихся и многодетных семей получают социальные выплаты. Но с этой осенью их можно будет начислить только на карту МИР. Что делать, если не успели переоформить карту? Расскажем в рубрике «Семейный бюджет». Напомним, перейти на платежную систему МИР должны все получатели МИР социальной поддержки. Это ветераны, инвалиды, получатели субсидий за коммунальные услуги, а также выплат на детей. Переход планировали завершить до 1 июля 2020 года. Но в условиях пандемии перенесли на 1 октября. Если до 1 октября не поступит заявление о переводе на новую карту платежной системы МИР, то социальные выплаты не потеряются. Выплата будет произведена в следующем месяце. Платежная карта может быть любого банка, но должна быть системы МИР. Напомним, для переоформления реквизитов нужно написать заявление, отсканировать паспорт с именем и пропиской, а также документ с номером счета. Все это нужно отправить на электронную почту в районный отдел соцзащиты. Ну а для некоторых семей каждое время года как праздник. Мы продолжаем рубрику «Семейные секреты». И сегодня с нами поделится ими семья Кураедовых. Меня зовут Яна, а это наша кошка Юля. Вот она учится в тениской лодке, еще она чипселит. Мы оба работаем, конечно, бывает времени маловато, конечно, так. Но в отпуск стараемся ходить вместе, чтобы куда-то съездить вместе с ребятишками. Мы детей сразу знакомим с природой, сразу говорим, потому что они тоже знают. На Байкале мы уже не первый раз были. Мы сидим, отдыхаем. Были во Владивостоке. На будущий год поедем на Запад. Помнишь, мы на Бужирке были, да, был дождь, была гроза, там далеко она идет. И мы сидели и считали. Они считали нам от Раска до Раска до Грома, сколько времени пройдет и когда следующий Гром будет. Им самим даже интересно это было. В чем секрет вашей семьи? То, что мы всегда вместе. Вот если куда-то мы едем, мы все вместе. И мы идем просто вместе в магазин. Мы просто идем пешком в магазин, не на машине едем пешком. Мы идем по дороге, мы разговариваем. Например, я интересуюсь сына, чем он занимается, чем он там в интернете лазит, где он там. Он мне рассказывает. И, по крайней мере, я знаю, какие у него тараканы в голове, как говорится. Девчонки тоже так же. На чаще время уделять семье и вместе с семьей. Поэтому семья будет дружная, всегда сплоченная и всегда общительная. За рыбалку собираемся, девчонок хватает и едем вместе копать червей. Одни без червей собирают банку, потом едем на рыбалку. Диана нынче съездит на рыбалку, Диана сама рыбачила на удочку. Адриана рыбу собирала в пакет. В чем секрет вашей семьи? Ну, вот мы всегда ездим куда-то. У нас семья добрая. Наш секрет в том, что мы любим друг друга. Ну, а сейчас время рубрики «Мама, найдись». Для тех, кто пока только мечтает о дружных семейных посиделках и путешествиях. И в этом месяце мы продолжаем вас знакомить со старшими воспитанниками детских центров. Попала я сюда, ну, из-за родителей. Там причина была. Знакомьтесь, это Ксюша. Ей 15 лет. Она учится в девятом классе, пишет стихи и мечтает стать медиком. Говорит, не особо рассчитывает попасть в семью. Хотя, конечно же, хотела бы. Ну, наверное, для того, чтобы, во-первых, набраться у большого опыта. Чтобы узнать, как это вообще, когда твои родители не пьют, не дерутся. И просто вот такое. Узнать там, как это вообще жить в такой, можно сказать, нормальной семье. После уроков никто на тебя не кричит. То, что ты, если что-то не понимаешь, там. Пришел, уроки сделал и пошел маме помогать. Ксюше нравится читать, рисовать. Также занимается волейболом и танцует. А иногда просто любит побыть наедине со своими мыслями. Знаете, мне уже как бы не так много надо вот это вот ласки, вот это ути-пути, вот это вот за щечки, когда трогают. Мне уже, знаете, надо такое, чтобы прям как со взрослым человеком разговаривали и видели во мне взрослого человека. И так, чтобы, знаете, в трудную минуту так брали плечо, подставляли, говорили, я с тобой не переживаю, все хорошо. И ты такой идешь уверенно и так. Пока же настраивает в нужное направление она себя сама. Такая уже не маленькая, но еще и не взрослая, слабая и в то же время очень сильная девочка. Я хочу поступить на медицину, пойти на медсестру. Помогать людям, потому что, понимаете, если мы несем добро, то это добро возвращается нам. Ну, я не знаю, мне нравится помогать людям, как бы я такой добрый человек. И мы надеемся, что для нее найдется такой же добрый родитель-наставник, чтобы девочка не потеряла веру в любовь и в силу семейных отношений. По вопросам жизнеустройства Ксюше можно обращаться в региональный Банк Данах. Ну и напоследок. Наш проект будет работать независимо от времени года, пока в этом есть необходимость. Поэтому, если вы знаете семьи, которые нуждаются в поддержке и помощи или, не дай бог, где-то обижают детей, обращайтесь на горячую линию Министерства социальной защиты или к нам в редакцию. Наш номер прежний 606-729. Субтитры создавал DimaTorzok